В Тверскую архив поступил уникальный исторический документ «Исповедная ведомость», где содержится полный список жителей села Кроватынь Осташковского уезда за последние десятилетия XIX века. Во время передачи документа присутствовал наш корреспондент Наталья Чекет. Исторический источник был обнаружен в букинистическом магазине Новосибирска и выкуплен на средства граждан. Исповедная ведомость до этого дня никогда не хранилась в архиве, так как страницы документа не пронумерованы, что обычно делают при поступлении сведений в фонд хранения. В дар документ Тверского архива передала общественная организация «Архивный дозор». Мы перед тем, как передаем, копируем, чтобы с нашего сайта можно было бесплатно загрузить, а храниться это должно в архиве. Село тоже уникальное, по некоторым слухам основано новгородцами, которые пришли на Селигер. Сейчас люди чаще интересуются своей родословной. Для этого жители направляются в архив, чтобы узнать историю своей семьи. В этом им помогают исповедные ведомости. В них отражается ежегодный посемейный список всех проживающих прихожан с указанием для каждого человека. Был ли он в этом году во время Великого поста или во время других трех постов на исповеди и причащался ли у своего священника. А если нет, то по какой причине? А главное, там есть указание возраста. То есть, если мы открываем исповедную ведомость, мы видим, в каком году у нас оставлено полный состав семьи и указание возраста всех членов семьи. Что дает возможность установить уже по метрическим книгам конкретные года рождения и начать поиск по более ранним документам. В Тверском архиве активно ведется работа по сканированию имеющихся документов. Обработка метрических книг и исповедных ведомостей практически завершена. Их сканировали первыми, так как они наиболее востребованы у населения. Поскольку они наиболее востребованы, они наиболее часто изнашиваются. И именно поэтому было принято решение начинать оцифровку именно с них. Также планируется, что в этом году появится специальное программное обеспечение, которое позволит пользователям удаленно использовать отсканированные документы. Сидя у себя дома, не приходя в архив в любом городе мира, вы можете войти в интернет, зайти на архивный портал Твери и посмотреть сканы документов. Как рассказывают работники архива, начинать поиски своих предков стоит с того, кто родился в дореволюционный период. Это начало 20 века, которое является отправной точкой для любого исследования. Фонд архива насчитывает свыше 1 миллиона 600 тысяч дел за период с 14 века по 2008 год. Из них около 900 тысяч дел составляют документы по истории Тверского края в дореволюционный период. Субтитры создавал DimaTorzok